всем снова привет дорогие друзья мы продолжаем смотреть с вами dota у нас тут аниме га против уников и уже есть интересные вещи от уников а именно гостика скейте имберсона которым он обожает катать например например вот и в принципе напомним что и ники кстати от чё о том что обычно просто не показался счет теперь показывается счет она лобби нормально хорошо это классно короче и не кида выиграли первую карту как вы видите вот ними га пока что позади напомню что нас gsl формат поэтому команда которая проигрывает она не вылетает из группы она обретает просто все кузеров вот и сразу же там уже против более слабых оппонент ну что что-то пока раз драфту не миги в корне отличается от того что мы увидели на предыдущей катке правда пока идея не особо ясна вот есть dark виллу есть пока опять вот есть какой-то контроль а что туда они хотят плевать и кем это довольно интересно ну dark will принципе сама неплохо когда мы же дилер может оказаться под пока в один момент пока нету человека который будет бить яйцо феникса эту проблему сейчас тоже нужно будет решать да да ну в целом мы сейчас два пика мало того сейф лайнер да все еще есть это какая-нибудь урса может быть который кстати очень хорошо смотрится здесь против тимбера на линии на будет его довольно хорошо проедать и что-то странно что и ники я желаю взять себе фениксов драфт не убрали этого героя ну вот что ну что что урса что шикучист довольно неплохо смотрится здесь вот это да ну просто типа сикер да окей сложно против тащить имберу сложно вайпер до убирает пассивки ну и вот вивер просто из минусов до вивер еще и не обладать соответственно сам встроенным как урса урса здесь смотрелось неплохо просто возможно они не хотели брать против манки кинга хотят доджит арену манки кинга вивер в этом вопросе хорош и в любой момент может подлететь к рису и взорвать его неси на вне арены короче хороший пик от ними ги в ответ вполне себе очевидно на мой взгляд феникса вивер ты перебивает а вот поможет ли это разобраться с тимбером но возможно это будет задача ложиться на плечи дарквиллу пака который там будет себе печь плейд собирать чем-то вроде пока интересный вопрос ну и мк в арене тоже вивер пока не сказать что прям так сильно прибивает а тем временем у нас появились такие коэффициенты на этот матч на джи бет 112 на unique 565 на тим не мига вот еще не мига гейминг и будет довольно интересно посмотреть оправдаются эти коэффициенты джи бет потому что юники реально показали себя на мой взгляд сильнее в разы по драфту в предыдущей карте он был супер баланс они исполнили очень хорошо и фэн очевидно довольно неплохо смотрелся на паке здесь у них у него все еще остался его сигнатурный инвокер кстати которого довольно много практиковал с санэйка в команде и он может таким образом усилить и тимфайт и добавить довольно много силы для манки кинга ну и вообще взять себе манки кинга на миддл и свапнуться отдать нос пик керри балантимосу насчет того что там были обалтимоса это еще вопрос я бы пока еще не была бы так уверена то что это не окажется прям первая позиция на манки кинге ну да да я все еще думаю что это манки кинг сейфлейн но просто кто знает может они захотят что-то посвапать потому что улайн то у ними гинахарде вырисовывается довольно неплохой вот забанили не тайда забанили марса совершенно дефолтные баны да ласпик здесь они все еще могут на самом деле свапнуть и бадана на 3 но взялись и пангалера и непонятно кто это будет потому что в предыдущей игре айнкрафт взял себе панга миддл но скорее всего здесь все-таки пак миддл сейчас увидит палац пик на самом деле от него и будут уже отталкиваться ну давай подумаем пангальер против манки кинг сейфлейна стоит хорошо пангальер этого манки кинга может помучить за счет с ваш баку пангальер на миде пока не поймут против кого просто поэтому тут еще сложно что-то предполагать но пока манки кингу ничего не делает то есть мне кажется в любом случае нужно искать линии пангальера с мк неважно будет это мид или там харда для него так и ники думают что дать и фену я все еще здесь за окера да и у него сложновато играть против пока но в целом тут но кому что сложно дк можно еще взять будет ловить вира хорошо будет ловить пока хорошо будет пуш товара жирный с фениксом очень хорошо стакается и в принципе тимбер с фениксом уже хорошо стакается добавить это дк будет тоже неплохо и фен кроме этого на дк тоже довольно много играл в рамках dpc и в рамках всяких разных других других турниров которых у лифта вина участвовали тип то же самые эпик лиги и надо посмотреть что же они все-таки решат на здесь за дк стопроцентно дк инвокер и это будет эмбер спирт а ну да фен и чембер да да довольно часто играет просто пока не всегда хочется пикать этого героя и пак будет миддл соответственно панга будет хард да ну и соответственно будет он стоять против манки кинга пак будет разбираться с эмбером но пак будет неплохо против эмбера он хорошо сбивает ему магический щит но он может его там неплохо полоски там тоже и перебить так что в целом лейнград эта линия должна вроде как пойти успешнее ну и в этот раз конечно же у них должно как-то все ровнее по фарму распределяться потому что вивер он не такой ультимативно фармящий кэри как это было в случае с тиро блейдом все-таки он как-то параллельно с командой качается и может почаще принимать участие в драках а у юник ну что манки кинга особо-то некому бафать все-таки нынче тимберы они такие что они больше заботятся от таких как сказать не об аурных артефактах а если на помощь тиммейтам то это что-то на мотив лотуса и ну или там грифсы может какие-то но не что-то такое прям что может помочь этому персонажу как кэри наносить дополнительный урон и никто ему тут принципе не поможет но не знаю и никто ему не поможет вообще я считаю что по драфту короче здесь довольно хорошо все именно у уников у ними ги все тоже все окей не сказать что где-то серьезное проседание то есть в отличие от предыдущего драфта где тебя нет не было ярко выраженного фронт лейнера из аликон тропа на на харде у тебя был очень очень гридовый драфт потому что тебе эликану и панга и терраблейда нужно было фармить здесь в свою очередь ситуация попроще драться можно будет очень очень рано главный вопросами в том как они будут справляться с тимбером потому что этот парень ему ему здесь по игре довольно кайфово будет я уверен вот и и по линии и по соответственно самой катки в мидгейме и у него тиммейты конечно очень хорошо скейлиться под него то есть у тимбер бывает проблема когда под него пикается какой-то лейт керри и тимбер свой пик силы проводят без сейф лайнера да то есть он не может с ним вместе драться 5 на 5 и тимбер начинает затухать здесь в свою очередь у тебя очень активный мидер и очень активный сейф лайнер так что тимбер доволен этой игрой будет у него его пик силы придется на пик силы его же двух коров посмотрим как это сложится в драфте все-таки у ними где у них будет этот пик силы потому что у них тоже и гораздо активнее я надеюсь то что они будут здесь все вместе все-таки играет доту они в 4 плюс 1 игра точно будет веселее в разы это факт абадона не добьются гостик промазал чейном ну как промазал не успевал на самом деле здесь хорошо все сделал вивер сайте еще заберет чужую руну красава ползет до нее жучок делает тп на т1 вышку так что гостик начало кайфа положено причем еще и стики сразу купила зная то что здесь абадон будет спамить уже готовится к этому моменту пока что вкачал для себя тимбер чейн пассивку будет брать на следующем левеле хотя возможно здесь упрочет больше подпилить ну а бигдум что-то как-то очень уж больно по лицу получил надо ему пласку ответь чем он и занимается да ну лайны кстати на самом деле довольно спокойные феникс герой который не самым лучшим образом может помочь начале уже об этом говорили в предыдущей игре где он для контропа не дал возможности стоять на лайне здесь в свою очередь соответственно у него в керри манки кинг который нормально стоит и чилит и в целом они здесь кого-то убивать скорее всего не будут и столько фейка как-то странно не поставится так палка против чоузен вана опять же чоузену не должно быть страшно и видишь еще интересно что палатимос не хочет все еще брать себе на манки кинге как вот предыдущий манки кинг в предыдущем у нас было 3 не хочет брать себе почему-то орбы да потому что против милишника все-таки орбов коррожен очень сильно и берешь себе веном сначала потом грейдишь и в целом выгоняешь ну не пангалера полностью да но как минимум он очень серьезно страдает ну да и как-то эта коррозивная арба она уже неплохо прижилась на медовых мк уж точно и частенько она берется и на керри но все-таки в зависимости от билда хотя уже ушли как-то в основном манки кингены за которым приходится наблюдать от билда с аганимом на первый же слот и вот поэтому такие вот так скажем мидгейм артефакты как ну даже можно скорее стартовый сказать как это рыба это неплохое усиление пока тут видим что даже заявочки на это нет будет сделать тапок то есть соответственно скипнет все это добро ну а за то что он больно на боссе подставился он немножко похарасил бигнума бигнума на него потратил ману и если он выживает здесь то он на самом деле очень много времени выигрывает и ресурсов тратит у противника получилось ну красава красава хорошо отыграл отвлек гостика потратил ману противника там три-четыре спала на него далее так что все он сделал хорошо по размену пхп ну правда пришлось потратить вас он за это ничего страшно и временно миде у нас ситуация это выигрывать да ну fn это его родной персонаж да и если вспомнить его игру опять же предыдущем своем коллективе сына еще он тоже очень часто выигрывал мидал у своих оппонентов я уже говорил формулы фона очень хорошая жалко что опять же есть какие-то видимо причины по которым ой 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 ну вот я сказал что у него хорошая форма и его взяли и сразу же обыграли лохопая ходила перенаглела и тут в принципе точно так же могло произойти с айнкрадом но он оказался немножечко хитрее немножечко расторопнее так что круто но пора бункер все равно вернется нас товарищ эйнкрад отпился с полным ботлом у него сейчас тоже все по прессам хорошо для того чтобы дождаться повара пруда замечу что теперь с эти фона должно быть немного менее обидно потому что его заменили на ноуана но он все-таки останется в этом коллективе гамбитов вот тире монахо да 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 все таки но официальная инфа приехала о том что ноуан останется команде биггнамте временно боте погибает его запилили кайлами абадон еще просто тискал 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 там кстати щиток сейчас будет у абадоныча поэтому гостику нет смысла заниматься да абадон тут просто менеджер по развлечениям гостик он постоянно гоняет по карте вместе с шаманом и в итоге они крипов добивают не так много как могли бы уделяет виверу времени не так много как могли бы и вивер спокойненько себе тоже криптика бьет и него вроде как безоблачное будущее на ближайшее время вмещается да да ну в в принципе герой такой который очень сложно загнобить на лайне это как тролль до два героя которые стопроцентно выигрывают лайны практически любые но если выигрывают устоят их 50 на 50 и поэтому они довольно популярны и поэтому они честно тир-1 том же самом ажуре постоянно пикались и на топе у нас тоже тотальный чил как я говорил убить здесь друг друга очень сложно надо реально постараться где-то налажать позиционки серьезно просить и так далее но ведь тем временем происходит давление на фн а он под рим кайлом из того что он отдал фраг для пака у него появился ранний шестой у фона все совсем по-другому но с другой стороны удачи драка начинается у нас около баунти рун попытка забрать мир скуми раз хочет сильно страдает и должна будет догореть она догорает на приходит айн кратер он все равно забирает так что все эти попытки от феникса здесь и переиграть на этой руне закончили с тем что мы умер хоть и забрал с собой вражеского саппорта другой стороны он стянул пока на себя и конечно пакса он пришел бы туда с точки зрения того что ему надо забирать баунти руну но потратил . и это печально для эмбера потому что будьте у феникс стп он бы мог бы забудить дф на батлу таким образом of an остается без ресурсов ему приходится трать собственное тп вернуться потом на ремонт ну вы сами знаете всю программу ну зато смотри какой теперь богатый пак разница между ним и эмбер спиритом 600 золота и вот этот фраг который сделал пак в соло медиа это тоже очень большую роль играет в его бусте ну и что теперь он может довольно быстро выйти в какой-нибудь а он уже собрался из урну в шэдоус и спирит весел тоже скорее всего на его плечах будет лежать и это конечно же все действия против гостика который очень боится таких вот вещей процентажного характера вещи процентажного характера так тем временем оба до ночь оба до ночь больно ему сюда придать пак надо реализовывать дремку убивать гостика 6 не убиваешь консервную банку то консервная банка убивает тебя и вот он дремку эл вот он дэмэдж полетел тимбер поражал конечно же стики но гостику это не поможет ни секунды до свидания бигнуму тоже надо ливать отсюда но его задавит его убьют да у него стики на самом деле еще 8 штук 9 штук можно сказать они все зарядятся 10 штук прожал стики на развороте нажал хекс нажал все что было на его конечно добьют другой стороны анкрат теряет довольно много хп но у него урна он всегда отхилится да он и сразу использует и можно даже еще тавар на боте забрать что обычно не является супер важной целью гостика возвращается обратно говорит копцы что происходит почему шестой левел у вивера у меня четвертый почему мне так больно пробивает неплохо сейчас как раз таки он вивера но прилетает фн очень долго прилетал сюда и фн да и фн мог бы просто пораньше сделать ротацию на ботом из-за того что у него был к дтп он не мог это сделать а так бы он ловил бы там вивера ловил бы пока и кого-то из них он вполне вероятно мог бы убить на мне сейчас интересно хочется обратить внимание на то что у monkey king такой уже все-таки отрыв негативный получается относительно вивера и вроде как у него была абсолютно спокойная линия где ему никто не мешал фармить но при этом у него не пошло в супер темп хотя там у вивера тоже внутри ассисты на копейки денег и я вижу то что monkey king собирается сделать бэф не часто последнее время такого видишь ну на мажоре брали все зависит на самом деле от того что ты хочешь сделать в этой игре до конкретно в этой ты хочешь перефармить оппонента тебе не так важно насколько рано ты дерешься твоя команда и так способна это делать и от того появится у тебя майл или бф наверное не так много зависит вопрос другой что он этот бф хочет фармить после потешек стиков грейжен и вот это довольно сильно так у нас monkey king умрет здесь походу да он тимос палыч живи пожалуйста уважаемый нет ну тут без шансов ты пропустил замечательный рим койл в пустоту да ну с другой стороны я не пропустил фраг на кире и это наверное тоже важно порой а по кому он пытался залететь на и файна пытался и что теперь у нас тут может и один лучшим настало время попушить я вижу то что пытается это все-таки сделать чего зима вместе с кири ты чем но тут фуловая вышка соответственно нет никаких не катапульт ничего прочего и гости просто сюда перемещается начинает торговать лицом и он так задевал кстати таверта внизу да вот он это один внизу так задевал в итоге и тем же сам занимается наверху все никак не дает кушать в команде против него в любом случае надо было свапаться потому что помните мос его попросил после смерти свалить слайна плюс занесли же это один вышку на боте соответственно помните мос открыта карта теперь он может опять зеркалится и спокойно фармить у него все хорошо и мы еще и брумхэндл падает короче у палыча начинается новая эра да то есть было было плохо на линии его кроме этого еще убили у него всего один ассист нет киллов и он пытается вы фармить бф честно ему надо сейчас по афакашить немного а тем временем у вас зарубка здесь вивер продолжает развлекать всю честную гвардию при том всем боится все-таки и файна понимает что дэмэдж у и файна довольно большой с призами коррозивыми и отнимает крипцов ах ты ах ты жук взял забрал к больших крипов у и файна обидно на вот жук панга находит по ленте моса говорит хлопцы смотрите и зикатка так файна пристанавливал игру но вот то как двигаются сейчас не мига мне очень-очень нравится они прям максимально агрессивно везде действует не дают вообще ни секунды спокойствие для палыча нашли его на топе потом нашли вы на боте не пола сейчас будет кричать и говорить что эти пацаны меня сейчас не дадут фармить вы это пожалуйста давайте как-нибудь помогите да в этот раз у них катка стартанула гораздо удачнее чем на предыдущий и здесь мы видим у крайне богатого мидера который может уже с этапе драки для своей команды и пак я думаю что будет этим заниматься он сейчас там дофармлю себе еще тревела сверху турны которую он сделал и но рано или поздно урну он тоже за грязи в принципе здесь нет смысла и не грязи совершенно пангольер который ну единственные остающие скоров ну и вивер который держится на хорошем счету тоже и этот вивер с молниями будет драться и хорошо себя чувствовать я думаю что в драке против того же самого тимбера которого хотелось бы прессануть но пока тимбер даже с одним худым чувствую себя хорошо у него не возникает проблем во впитывании урона при нападении двух человек от него если конечно него все ульты не сольют гол гостик ехала ехала или гуд и не нашли палыча все-таки но выгнали из леса тоже неприятно десятая минута контроль ирон и пошел пошел пошла раскрутка от панга все это под фиром еще по террорайзом и умирает эмбер спирит или нет его подхиливает хорошо его феникс просел пришел бигнум отдал весь контроль чего зуба на спасли абадон тут пришел дал щит койл летает в фэна прям койл снова в пустоту печально конечно играет анкрат если это второе дымков пустоту от него ну просто раз точно так же это произошло ну что же отличная работа это фэна очень много внимания на себя заставил уделить но при этом остался в живых на гимнером а все ома ладно он с этим прикольным имя себе забрал burger slayer чистая реклама какого нибудь воргер слэйер под ниже чем-то да 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 но я не сша он мог бы рекламировать какой-нибудь фастфуд с таким никнеймом чтобы нет так ну и приход на мидо у нас от гостика он прекрасно понимает все таки но не зря видосы снимает понимаешь что под каретку на 10 минуте нужно играть наверняка в одном из его видосов что-то на эту тему было так что надо как-то соответствовать временем абадона выбивает ульту гости готов торговать лицом он сейчас впитывая сплэд дарк виллу впитал cast crown впитал мраммл мэйс и начинает пушить анкраду анкрада сейчас конечно же видим не лучший период жизни по хпшки он пытается отступить абадон осталось совсем немного жизни но нужно помочь гостику на котором висит жук ему никто не помог вы все пройти вопрос бедламом раз растворила салат это ну такой хороший берст который присутствует у фейки дает возможность его пробивать в нашу кудак был в кд и мы видим то что резиста не хватает зато все равно фейка умерла ну мы понимаем шоев она там нереально количество игр на этом и без спирити а с другой стороны dream coil вешается на расту который зачем-то отдал еще свои ворды хоть пытается динаить вот вот это называется уровень друзья на мажоре раста сейчас шамана очень часто не дина или раста ворды а здесь бигном извините меня на дота 2 чемпион с лиг делается по чемпионские совершенно может мышечная память в этом плане то есть уже привык потому что когда змейки остаются надо так делать но просто слабо не понимаешь он явно хочет выигрывать как бы вопрос именно в том что всегда можно увидеть по количеством микро всяких действий то хочет человек сегодня играть или он начали типа спокойно отыгрывает и отыгрывать ему нормально теперь кстати dbf а с палантимос доберется и довольно хорошим таймингом если взять то что у него на линии все было не очень хорошо если взять шоу один раз убили можно было предположить что он дофармит его где-то на 15 а это был бы тайминг далек далеки от идеала хотя с потешкой и стиками в принципе ок но у него он будет на 13-14 ага только сейчас убивается 4-1 шмотка тангалир мёд нашел ну ладно и что теперь хотят сделать провардить видимо силу света лес юники здесь зафармить рипчиков но и случае чего уже делать какую-то драку сейчас гостик остался один и брошенный всеми и он довольно сильно рискует ученик дохака катает на вивере на предыдущий верно от палантимоса не собирал вич до дохак напомню друзья порой собирает два фалькан блэйда на вивере подряд вот и здесь пока только один я думаю что второго мы не увидим уже милл стром есть но с фалкан блэйдом и съеденной желешкой вивер просто обмазывается маной спокойно на своих человек бегает подфармливает когда нужно именно ими когда необходимо и особых проблем не испытывает так что и подраться еще может случае если это тоже понадобится так ну что вот у него фармится пока сайт сэнджин яша а что там у манки кинга а он все бф мучает но у него сейчас он будет с хорошим таймингом он практически вот-вот его дофармил да докупил клеймору и появляется для него замечательный артефакт на контратаке пошел мстить за своего гастана да и он убьет тройку на тройку разменяли главное теперь уйти но это не проблема даже дремка лкд и вот он бф да все-таки дофармиться как ты говорила здесь интересно то что они еще нашли абадона абадон что-то гонял здесь бургер слоера ну видимо он картошка просто деревенская ты меня сначала сказал просто деревенская подумал какая еще бывает промышленная картошка промышленная картоха вот и абадоны промышленная картоха не промышленная у нас не важно он очень похожа промышленную картоху будучи всем таким железным так у нас по моему умер так что феня можно конечно нажать ультимейт попробовать не они умер ладно успел выйти и при этом всем он смог веживнику не попасть время умирает абадон и сразу несчастно конечно тут и донит себя и за сашку я смотрю они услышали 4 смерти опять же да у него в предыдущей игре было то же самое примерно леоне ничего страшного то есть это нормальная смерть или пятерки ходит что-то раскрывает планы противника все дела его тиммейта главное фармит так что он доволен жизнью абадон входит в разряд тех пятерок которые ничего не требуют дополнительного для того чтобы чувствовать себя хорошо и могут совершенно без предметов нормально себя раскрывать именно как герои сейверы бафферы и прочее так и я хотела бы узнать что тут у нас длина внизу произойдет какие-то бесконечные пуши сегодня от всех шагу шаманов какие-то бесконечные безумные это что-то шаман пытался стяжка коров все хорошо в порядке хлопцы знаешь что делают явно я не подозреваю правда что конкретно но они делают сплит пуш стяжку и все остальное а тем временем появляется гост чешаут eternal у тимбера что же это отлично для него опять же плюс а джорчик сделать пайпу своим хлопцем знаешь ли тут маг дэмэдж это достаточно много на самом деле и мне кажется что пайпа была бы топ но это вижу типа разница кстати в доте на мажоре да там довольно мало было как раз таки eternal собрано вот там больше про пайпу все-таки дота была потому что все понимаешь что команде нужно жить уж если ты собираешь но при паре на дорогая тут очевидно гостик это конкрад против и возможно сейчас он ему поможет мы на это посмотрим но при такой атаке массированные это было довольно сложно но он выживает и план тимас ему а успел стянуться на помощь мгновенно стерли обоих ты ему даже половина хп не снесли волата реально было очень-очень наивная и так а сейчас это что как подставил сейчас под палку пангалер говорит о том что челзан ван даже не предполагал что рядом находится манки кинг и вообще в принципе команды гостика но нападать на консервную банку как вы знаете не всегда хорошая идея вот этим временем ставится ростоварды на т2 анкрат обязан будет чем-то отвечать вместе со своей командой они отзонивают просто гости как гостик решает то что он воевать особо не хочет у них ультимейтов особо нету да нету ультимейта манки кинга что самое главное так что не решает что на татье решилась и дальше и видимо по душу кирит еще нет хотелось бы как-то контролить конечно но к сожалению видно мы не имеют возможности подойти поближе и успеть дать любой из них а так бы гостиком и неплохо там хпп отпилил так и дальше тимбер будет делать уже сразу актарин core вот так вот там не тебе и улов не тебе там лотусов а вот так вот берешь и актерин корпус максимальный жир и максимальный эгоизм вот это все да пошел заход на абадон еще вот такой даже какой актарин но часток фарм из вас там нет а господи как он там даже даже возможно я не прав нет это это было да все я спокойно все-таки я прослушал актарины понимает что сейчас же никто не собирает актарин я тоже об этом подумал что какая-то лажи идет в линзу да ну ничего страшного поспишь совсем скоро я думаю что это закончится и мы увидим развязку ситуации с бигномом который умер мир хлопец но зато зафармил по-моему до себя да 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 зафармил линзу так что ему даже не страшно было умирать как раз купил секрет шопе курицей но и линзы и блинг да в принципе для него все что нужно для того чтобы цеплять именно виверы именно пака всех этих скольких персонажей которые просто нуждаются в том чтобы их подержали на месте пока какой-нибудь банки кинг или фн будут их бить что вы фанта кстати он что-то на фармит фармит а вот прям себе только пока и у септер ну вот интересно в какой он был дальше пойдет что это не собирать так баба до ночь бадон еще больно попаду ничего не хорошо и по-моему он в мир но мне кажется супер очевидно что здесь ходил ползал вар доставил но и суп не у нас или он вардил да реально вот это он его поставил волну ладно мне кажется надо было наоборот байтить на центре очевидно что ну а что там еще делать пятерки просто типа ну то есть походил тебя убили на тебя взяли фокус то сейчас взял на себя фокус 8 тариц эти он пробивает очень больно его все-таки пробивает и наш там сын яша уже у вибера с инженер сейчас самый overpowered артефакт засвоить за свою цену вот и дает виверу реально очень-очень много особенно конечно же роляет процентажная скорость бега шеверная так сумасшедшая а процентажа она еще увеличивается довольно сильно вот ну а у нас соответственно ситуация такая что мидл то вар будет падать совсем скоро дефать его честно говоря нечем тоже гостика нету аганим на палантимосе по моему тг короче я честно я не очень понимаю почему не мига дала так много пространства и времени для того чтобы грядовый выбор палантимоса виде бф дал свои плоды и сейчас типа этот бф будет разваливать кабинеты под аганимом потому что что поляна аганим будет давать очень-очень серьезным дпс именно из-за бф там буквально еще один два слота и типа на этом можно будет заканчивать если они сейчас не реализуют первые из это будет очень опасная для них ситуация кстати я так помешим дадут его забрать это несмотря на то что хорошая палка была внутри шпита ультимейт сверху от манки кинга практически никуда однако хексом словили пока еще и чоузен ван очень серьезно по щам получает кирич все-таки живет но двух игроков у нас не мига потеряла и мы видим то что отличная атака получилась от хлопцев и зенит гостях машина катается и рубит всех ну и палантимос конечно же со своим аганимом только собрал сразу же нашел возможность его реализовать да не получилось отжать аегис да он до сих пор даже остался у вивера но мы видим насколько здесь салат была проиграна эта драка и насколько не хватает плотности и по-хорошему конечно виверу бы вообще не выбираться из леса пока он не дособерет себе я думаю что все-таки скади да в смысле не не уверена все в порядке он сейчас боевой нормальный проблем не в нем совершенно здесь просто по идее дело не в этом а то что надо пробивать как-то осаждать и гостика надо избивать народ мне кажется скади в этом плане помочь но и помимо скади еще и мюль не то есть эти предметы как-то до собрать и тогда будет шанс вот именно пробивать соперника полноценно атаку просто врывается один гостик на перерез всем минус пол хп у вивера минус пол хп у пангольера тут просто можно сказать своим тиммейтом по поводу позиционки то есть во вторых у пака должно быть бкб то есть айнкрат да это мидер получается у него сейчас 10 тысяч натворца твои 10 тысяч натворца умирает за хекс я понимаю что есть абадон но абадона все еще можно отзонить и вот только что произошло то что айнкрат просто влетел в внутрь манки кинговской арены ему дали хекс ему дали раста варды и он умер за секунду и это конечно не должно так работать поэтому бкб маст хэв здесь ничего не пробивает бкб кроме яйца феникса так тем временем сайланс пошел на манки кинга вместе с рим кайлом его отхиливает пока что феня феню нужно застанет ну ладно да ну застаньте феню уже он же дает столько жизни и столько возможностей для палантимоса в любом случае тот погибает биггнум все равно тоже отдаст свою жизнь солнышко взорвалось на это не мешает сейчас еще и преследовать и фена и фенэч бежать пытается у него нету ремнотов больше у него вообще ничего нету его убили и на конец можно закончить да потому что похода не феню тоже прикончат нет гостик носится налево-направо чем-то потом не зачитал просто ланта по не зачитал с милиром неплохо гостик пробивается сбили мы телепорта мне кажется вот уже последнего можно преследовать и магия совместных усилий дает возможность сделать минус 4 команде не мига вот наконец-то отличная драка вот покупка мюльнира видим то что она сейчас себя окупила существенно и из потери двух саппортов всего лишь они сделали такие жирные минусы убив всех трех коров и саппортов придачу так что тут не мига реализовалась отлично и причем у них до сих пор остался аегис и они могут стать маягисом еще плюс один раз подраться потому что все них кулдауны которые имеются они мизерные да ну конечно печально если туевина для них сейчас была очень хорошая инициация тэнкрада только я сказал что ему нужна бкбшка в целом он ее практически заработал но он быстро делать изолятор в нашу хочет дамагу хочет пробивать минус роста и по-моему еще и погибнет monkey king да братик ты тоже погибаешь тебя тоже нет бкбшка тебя катается совершенно безбожно и феночи тоже умирает и полный переворот и пес просто до полный переворот с головой ну все-все парни ну восприяли они поняли что нельзя давать лайтгейм манки гингу с бфом и эндер спириту вот и решили что время начинать убивать да был даже кстати в руках еще и упака имеется в бутылке так что он любом может пойти в драку с этой замечательной руной ждали парочки артефактов на вивере да собралось и он теперь дамажит хорошо пак тоже видим то что с молниями своими пробивает прилично то есть они собрали максимальное количество магии с разных тычек и это дает возможность вот так вот неплохо справляться и с тем армором который есть у тимбера и с тем армором который есть в арене у манки хинга то есть вообще плевать на то что там происходит можно спокойно пытаться пробивает у нас вивера вивер живет дал таймлапс дали ему щит абаддонов в позиции так что все в порядке ланта моих если думал потерять тоже был бы лучше не терять если можно забрать чуть-чуть т2 вышку за это и изолятор все-таки появляется на паке ну посмотрим если конечно у нас только видимо доверяют абаддону и уверен в том что тот ему всегда поможет хотя драка на рашпите доказала совершенно обратно и вот что не собирает бкб ну да ладно демидж тоже хорошо киритыч мы посмотрим что если он ощутит в этом нуждут он соберет все-таки в итоге пока б пока видим то что живет и последний файт это показали что будет полагаться пока на абаддону пацан да у него 71 и вот единственный до поэт у него просто не получилось хорошо сыграть тем временем нашли здесь и манки кинга у меня кстати какой-то этот по террорайзом взрывается ладно очень ему больно минус еще и тибер короче у меня флешбеки потому что мы с тобой видели мак манки кинга ровно в этом же месте умирающего на том же самом деле буквально два часа назад в другой игре и он потом еще пинговал о том что ему нужен вижен потому что видимо параллельные меры духа так что теперь можно донести это два вышку давать явно тут не получится никак без манки кинга поэтому можно на нее налечь но пока ждут подстакивание крипов там бежит новая пачка с ней можно хотя там принципе крипы уже и сами вместе с абаддоном справиться абаддона думаю там может уделить внимание но хотя абаддон больше нужен другой части карты где идет драка где феникс погибает должен был считанную секунду но успел поставить яйцо конечно не дало никакого импакта на что мигом разбивается и дальше будет погибать еще и бигну придачу снова снова фитфест какой-то постоянный чейнкит идет теперь уже от команды unique и они этим чейнкитом теряют как минимум сторону а как максимум могут да и две мы потеряли на самом деле только что 1 инициация от пак от анкрада на боте по факту полностью разнесла им лицо они сначала играли файт потом почему-то решили въехать во второй файт подряд хотя по факту уже поняли что они слабее написали гг ну поздравляем их с этим 27 минут понадобилось у нас ними ги чтобы сравнять счет это означает то что мы с вами отправим сейчас на паузу и вернемся уже с третьей игрой ну красавчики ними га тут такой непростое для них было начало казалось бы нет гейм уже начали захватывать для себя unique но они смогли взять себя в руки дофармить буквально парочку слотов и с этими слотами развалить весь тут армор который был у соперников отличная работа не мига красавчики